Трёшь-мнёшь. Серьёзная аналитика. Конечно же, мы знаем обладателя Кубка Гагарина. Уже да. И хотелось бы начать с хоккея наши новости. Дядь Серёж, начнёте наше совещание? Начнём. Давайте. Итак, в тренерской Металлурге после матча Соска обнаружили прослушку. Тренерская? Это что такое? Тренерская. Ну, это вот есть раздевалочка отдельно. Есть раздевалочка, есть тренерская. Где раздеваются тренеры. Ага, всё, раздевалка тренеров. Он же не будет со всеми раздеваться, Миша. Он же тренер. Прослушку? Прослушку. Там был жучок. Обнаружили жучок, что это какое-то самодельное устройство, похожее на микрофон. Так. И отправили его руководству КХЛ. По словам, ну как же так? Ну что же вы делаете? Как там развивались события? Пока не знаем, как развивались события. Руководство КХЛ аккуратно положило в кармашек на груди. Это руководство СКА одновременно. Поэтому они такие, о, это мы потеряли, да, спасибо. Спасибо, что нашли. Положили в кармашек на груди, но в кармашке была маленькая дырочка, и жучок упал в дырочку. Ну так получилось. Просто дали старую рубаху, просил ведь он жену, заши дырку. А она что? Естественно, пять раз надо просить женщину дырку зашить. Ну и всё, и выпало в дырочку. Ребята, это же наш отечественный жучок. То есть он не маленький. Это огромная тумба, которая занимала полтренерской. С батареей. Тренерам металлурга негде было раздеваться, поставить сменку. Аккуратно, заходил боком. Термос с чаем. А что это такое? Стоит здесь уже, который год. Попросили вынести. Слушай, ну это же очень как-то всё попахивает американскими шпионами. Думаете, они пытаются применить эти тактические схемы у себя в НХЛ? Люди из НХЛ. Точно. Поставили эту тумбу. Написали это. Это не жучок. Это он не жучок. Это именно этими буквами. Жучок. Слушайте, интересно. Кошмар какой. И крадут наши тактические схемы. Мало того, что они крадут у нас классных хоккеистов, они у нас ещё и схемы тактические крадут. Теперь, возможно, в НХЛ ещё будут и разговаривать, как наши хоккеисты. Может быть, они ещё про балет заговорят в НХЛ? Кстати, да. От балета переходим к дамам. А? Как вам? От хоккейного балета к красивому... Вот красивая Мария Шарапова. Так. Новость, которая мне понравилась. Выпустит... И вам, и Евгению, которая живёт в Израиле. Мемуары. Да. Мы фанаты. И не только. У нас армия фанатов Марии Шараповой. Для нас Мария напишет книгу. Автобиография пятикратной победительницы турнира «Большого шлема» российской теннисистки Марии Шараповой будет называться... Так. Неудержимая. Оля, как по-английски? Unstoppable. Вау. Неудержимая. Точка. Моя жизнь до сегодняшнего дня. Точка. Такое вот длинное название. Так. Стало известно, что презентация книги должна состояться 12 сентября. На данный момент цена автобиографии Шараповой составляет 28 долларов. Сколько там умножите на 51? Нет. Доллар вниз катится. Всё. Стартерары. Именно. Так. А предзаказ, значит, доступен. И в описании вот к этой книге рассказывается, что Маша рассказывает о жизни с детства в Сибири. Так-так-так-так-так-так. В Сибири, да. Я тоже жила там. Ух ты. До дисквалификации, наложенной Международной Федерацией Тенниса в июне 16-го года за употребление мельду. То есть половина книги, получается, будет спортивной, то есть про спорт, про теннис, а половина, когда у Маши случилась дисквалификация, там Маша для себя открыла простые женские радости. Походы по магазинам, возможно, будут какие-то кулинарные рецепты там, секреты сохранения красоты, маска из манго и огурца, как сохранить красоту в домашних условиях. Ну, какие-то вот такие вещи, которые необходимо знать каждой девушке. Какие-то ещё бонусы будут? Например, закладка этой инструкции по применению мельдония? Нет, закладка это будет ракетка сразу же. То есть очень удобная книга, вот такая. Ну что же, мы... Крупными, чтобы буквами было написано. Мы ждём возвращения Маши, совсем скоро уже будет в конце месяца. И, конечно же, будем читать её книгу, и надеюсь, что книга будет... Потому что нас не остановить, как и Машу. Да, неудержимая будет вот таким стимулом, допингом для всех чистых спортсменов. Переходим к танцам. Серёжа, молодец. Ему понравилась моя шутка. Ольга, есть ли что-то ещё важное? Переходим к танцам. Ребят, пока мы тут с вами сидим, и, как некоторые поговаривают, лясы точим, тем временем боевой гопак стал национальным видом спорта Украины. Соответствующие изменения закрепили в законе о физической культуре. Речь идёт о стиле борьбы, который скорее напоминает знаменитый народный танец. Серёжа, покажи, как выглядит гопак. Подождите, Серёжа... Очень плохо. Очень плохо, Серёжа, садись два, тебе нужно походить ещё на курсы. Этому, в отличие от Серёжи, красивому стилю всего 30 лет. Мне тоже примерно. Его начали развивать... Здесь вот вы похожи. Его начали развивать во Львове на основе элементов казацкого боя, которые лишь отчасти сохранились в гопаке танцевальном. Нам ведь... Теперь, кстати, будут преподавать это в украинских школах. И нам тоже, мне кажется, не нужно останавливаться на достигнутом. Ведь у нас есть такой травмоопасный танец, как тиктоник. И можно так и хлопить человека. И ещё есть танец, он действительно убийственный. На повал прям валят некоторых мужчин. Часто этот танец можно видеть перед новогодними праздниками, когда во многих коллективах наступают новогодние корпоративы. И когда женщины, которые работают в бухгалтерии, выходят на танцпол и начинают делать какие-то вот такие движения, и сколько мужчин полегло после этого. Опасный танец. Главное, главное, скажите, от Украины на Олимпиаду теперь поедет команда Мигеля? Команда Мигеля поехала обратно в Химки. Поэтому оставьте людей в покое. Дайте им жить нормальной жизнью. Что вы привязались к ребятам? Они ещё молоды, у них будущее какое-то есть впереди. Все танцы в исполнении Ольги, в исполнении дяди Серёжи нужно видеть на нашей видеотрансляции. Потому что вот эти... В группе ВКонтакте, правильно? Да. Разумеется. Но ведь у нас на любую дискотеку приди, ну, в Вишкарлу приедь. Лучше, конечно, не надо, но если вдруг так случилось... Очень опасно, потому что рядом с танцами всегда где-то вот одни танцуют, другие дерутся, вот два круга соревнуются. Иногда непонятно, то ли человек дерётся, то ли танцует. Подходит, говорит, извините, милицию вызвать, и говорит, нет, мы сами дотанцуем, у нас дуэт. Ну что же, есть ли последняя, четвёртая новость в нашем топе 4? Конечно, танцевать надо под что-то, музыкальное сопровождение. И вот Квинси Промес также подумал и решил записать песню. Песню? Нападающий Спартака Квинси Промес выступил в необычной роли. Форвард записал песню про Спартак вместе с рэп-исполнителем Алекс Маньяк. Премьера состоится в ближайшее время. Опасно. В честь потрясающей победы рад сообщить вам прекрасную новость. На новом альбоме состоится премьера совместного трека с Квинси Промесом. Выход альбома уже скоро. Написал Алекс Маньяк. Промес пошёл по скользкой тропинке. Во-первых, он с маньяками песни записывает. Это плохо. А во-вторых, это даже не Black Star. А во-вторых, это даже неизвестный маньяк. Ему не пробиться. Не пробиться. Мы помним ведь хит Егора Титова и Николая Трубача. А мы помним его, да? Миша, напой. Ну вот это где? Они на-на-на-на-на-на-на-на. Возможно, у Промеса здесь тоже... На победа, на гол. Ну вот эта песня. Мы радуемся за Спартак, за Квинти Промоса, что помимо хорошей игры, он успевает пообщаться с Манюком, как бы убежать от него и записать еще песню. Это хорошо. Это хорошо. Это Blackstar российской футбольной премьеры виги. Йоу нужно добавлять в конце, Саш. Сколько тебя можно учить? Йоу уже 20 лет никто не добавляет. Йоу нужно всегда чуть-чуть добавлять, Сереж, для настроения. Те, кто добавляют Йоу, у Басты сейчас по 100 тысяч отсуживают. Ну что же, спасибо, коллеги. Большое спасибо за наше совещание. Мы говорим... Приходите еще.